Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нарушили государственную границу к уничтожению, отметил главнокомандующий вооруженными силами во время посещения участка местности в Ашмянском районе, где подразделения белорусской армии выполняют задачи в рамках проверки боевой готовности. Александр Лукашенко поручил военным при развитии делать акцент на то, как ведется современная война в особенностях боевых действий. Напряжение у западных границ Беларуси не спадает. Войска НАТО проводят учения. Литва, Латвия наращивают военные контингенты у самой ленточки. При этом батальоны, находящиеся на полигоне Побрады, могут быть задействованы для проведения провокационных действий в отношении Минска. Воздушная разведка со стороны сопредельных территорий ведется постоянно. Как подчеркивает президент, в таких условиях мы расслабляться не должны. Если где-то успокоимся, на нас нападут. Зенитная установка типа игла. Мы с вами сегодня приехали открыто. То, что может быть и закрыто должно быть. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Россия нападет с территории Беларуси. Никогда такого разговора не было. Я однажды уже тебе это сказал. Слушайте, если не бешеные, а умные люди и мозги в головах есть, они же должны понимать. Нам дай бог, цитата, то, что я когда-то говорил, дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу, через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Поэтому они инициируют это для того, чтобы нас спровоцировать на ответные действия. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Нынешняя проверка одна из самых масштабных в последнее время. Подразделения выполняют задачи на нескольких полигонах и участках местности с использованием большого количества объектов военной инфраструктуры. Подразделения, они вышли не на полигон, мы же видим. Это реальный участок, реальные маршруты, реальная граница. Но задачи они выполняют учебные. И мы уже своими действиями, в общем-то, показываем. Это называется демонстрация решимости к защите своей страны. Что мы готовы. Мы будем защищать свою Родину. Весенняя сессия нацелена на активную индивидуальную подготовку, в том числе запасников. Порядка пяти тысяч военнообязанных пополнили механизированную бригаду. При этом сроки постановки в строй и восстановления профессиональных навыков значительно сжаты. Вспоминаем боевые навыки, как было раньше, как сейчас. Немножко нас научили новому чему-то уже. Учили новые тактики. То есть, как вести бой в городе, в лесополосе. То есть, что уже делать, как перевязывать раны по-новому. То есть, ну, совсем другая школа. Военнообязанные оттачивают навыки под пристальным руководством специалистов, прошедших подготовку в Российской Федерации. По отдельным вопросам подразделения консультируют бойцы ЧВК. Мы делимся своим опытом. Делимся своим опытом прежде всего. И рассказываем о реалиях современной войны, современного боя. Поскольку все изменилось очень сильно. Появились и впиви дроны, появились мавики. Артиллерия начала работать по-другому. Начали работать маневренные группы. Стала применяться такая тактика, как маневренная оборона малыми группами, где нужно минимальное количество людей. Упор мы делаем на личные качества бойцов. Каждому индивидуально подсказываем, поправляем. Делимся максимальным опытом, что поможет ему выжить. В ходе экзамена проверяется и техника. Военнообязанные снимают с хранения автотранспорт, танки, БМП, зенитные ракетные системы. Выполнены мероприятия. В первую очередь, вооружение военной специальной техники. Проходит государственный технический осмотр. Все идет планово. Соответственно, гусениная техника готовится к также совершению марш. Марш совершать планируем комбинированным способом, как железнодорожным транспортом, так и непосредственно своим ходом. Ряд подразделений, которые пополнили военнообязанные, уже убыли из пунктов постоянной дислокации. На марше особое внимание защите от ударов с воздуха. Боевые расчеты ЗРК БУК на сигнал проверки среагировали мгновенно. Подразделения вышли в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей и прикрытию важных военных объектов. Для вида вооруженных сил это знаковое мероприятие. В соответствии с распоряжением мы осуществляем мероприятие по переводу зенитной ракетной бригады. Личный состав настроен положительное выполнение данных задач. Также призывается большое количество военнообязанных, которые в свою очередь показывают положительный настрой на данное мероприятие. Расчеты ПВО активно отрабатывают вопросы повышения живучести. Зенитные ракетные комплексы постоянно меняют позиции, не прерывая мониторинг воздушного пространства. Подобная модель характеризует работу всех войск. В ходе этой проверки мы проводим несколько экспериментов, причем по некоторым аспектам нашей деятельности. На начальном этапе, скажу, пока идет неплохо. Хотя, конечно, проблемы есть, недостатки. Мы их видим. Именно для этого проверки проводятся, чтобы сделать вывод. В рамках проводимого эксперимента уточняются сроки проведения каждого конкретного этапа. Сколько необходимо действительно провести и каких провести занятий, чтобы военнослужащий восстановил навыки при необходимости. Приобрел их, если будет такая необходимость. И как в этой системе будут действовать, соответственно, инструктора, которые уже введены в систему подготовки наших вооруженных сил. Проверка боеготовности продолжается. И подводить итоги еще рано. Но, как подчеркнул министр обороны, уже сейчас отмечается высокий уровень мотивации у военнослужащих, выполняющих задачи. Подразделения готовы и способны защитить свою страну. Под Гродно завершены комплексные тактические занятия с боевой стрельбой. Взвод мотострелков занял огневые позиции и противостоял превосходящим силам противника. В атмосферу тактической учебы погрузился Павел Гордеичек. Мотострелки оперативно занимают свои места в бронетехнике. Механики-водители БМП срывают машины с позиций. Марш-бросок несколько километров по лесным дорогам. Чтобы раньше времени себя не обнаружить, гвардейцы заранее спешиваются и скрытно продвигаются к объекту. Для моего взвода это контрольное занятие, в рамках которого мы выполним выдвижение на рубеж, закрепимся на рубеже. В дальнейшем отработаем комплексные тактические занятия с боевой стрельбой. Совершим марш 6 километров. Не факт, что брошенные позиции оппонент оставил без сюрпризов. Важно тщательно обследовать местность на наличие мин и ловушек. Через несколько минут проходит доклад об обнаружении противника. Мотострелки обрушивают на неприятеля сокрушительный удар. Приготовились, наблюдали поле на цель. После этого мы начали стрельбу. Мишени были пехота и БМП. Дальность пехоты на 250 метров. Плюс-минус так же. Нужно быть всегда подготовленным. Это для того, чтобы без проблем и с полуслова понимать своих товарищей, командиров. Бронированные машины – приоритетная «С» для оппонента. Поэтому на позициях БМП появляются буквально на несколько секунд. БМП они отработали, чтобы их не накрыло птуром. Они сразу отошли назад, поменяли позиции и начали потом работать после нас с ПКТ. На протяжении всего противостояния в небе находятся квадрокоптеры. Это глаза командира. С помощью дрона офицер ведет разведку местности и управляет своими подразделениями. Деление будет работать удаленно от меня. Я, как командир взвода, буду находиться на КНП, на удалении полтора километра от переднего рубежа. И наблюдение буду вести. И квадрокоптером я буду корректировать огонь, направлять пехоту. Занятие показало – каждый боец четко знает свое место в тактическом замысле и грамотно реагирует на все изменения обстановки. Полевой урок завершается уверенным разгромом условного противника. Армейские снайперы активизировали тренировки. Занятия проходят в лесных массивах, в поле и в городской застройке. Стрелки оттачивают навыки меткого огня, выбора и подготовки позиций. С формулами баллистических расчетов познакомились мои коллеги. Белорусская школа снайпинга по праву признается одной из лучших, и не без оснований. Яркий пример итоги международных состязаний. За последние годы на конкурсе армии «Снайперский рубеж» отечественные специалисты несколько раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Достичь такого статуса непросто, а подтвердить и приумножить еще сложнее. Стрелки, Беларусь! Подготовки очень суровые. Физические нагрузки, плюс постоянно настрел. Это не один и не два патрона за занятия, а около 50, а то и до сотни. Мы только с полигона приехали, когда занимались с группой В. Были упражнения на нахождение цели. Боец с позывным «Ворон» пришел на срочную службу недавно. Был отобран в группу снайперов. Командиры разглядели в молодом человеке потенциал меткого стрелка. Нужно все контролировать, чтобы дождаться идеального момента для выстрела. Упор нужен, чтобы ствол не дрожал. Сидишь, ты стоишь, неважно. Если есть плечо товарища рядом, то любая неудобная позиция становится удобной. Выбор позиции, угла прицеливания, способа маскировки зависит от ситуации. Адаптироваться к ней необходимо в режиме реального времени. На занятиях стрелки отрабатывают самые различные тактические приемы. Если говорить о подготовке снайпера в целом, для того, чтобы он стал хорошим стрелком, необходимо от трех лет и более. Считается, что хороший подготовленный снайпер – это военнослужащий, с которым занимается данная деятельность не менее пяти лет. Учеба, учеба и еще раз учеба. Меткость нарабатывается только многочисленными повторениями. Оценил обстановку, сделал расчеты, выстрелил. И так по кругу. Когда решаются задачи повышенной сложности, действует несколько снайперов. Ветер слева, до двух. Работа в команде, чтобы первый снайпер, который делает поправки, чтобы он точно определил настроение до цели, передал информацию второму снайперу. А второй снайпер, чтобы изготовился правильно, принял для себя комфортную позицию и попал в цель. Одна из задач тренировки – подготовка к соревнованиям на звание лучшего стрелка вооруженных сил. Из призеров будет сформирована команда, которая представит белорусскую армию на конкурсах армейских международных игр. Трансформация современной войны в корне меняет тактику ведения боевых действий всех без исключения родов войск. В этом смысле приоритетные позиции занимает пехота, авиация, артиллерия. В этот раз на полигоне действуют танкисты. За их стрельбой наблюдал Александр Микульчик. Все новое, хорошо забытое старое, только модернизированное. Также можно сказать и о ведении огня танками с закрытых огневых позиций. Если раньше системы наведения позволяли эффективно стрелять только при прямой видимости объекта неприятеля, то сегодня современные прицелы и комплексы разведки дают возможность бить по целям на максимальной дальности из укрытий. Основной упор сделан на умение в короткий срок выйти в заранее выбранном районе на огневую позицию, скорректировать свое орудие по угломеру, исходя из того, где получена цель, чтобы вести стрельбу с закрытой огневой позиции и в тесном взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами поразить цель. Очень показал себя эффективно данный метод. Буквально с второго-третьего выстрела происходит поражение цели. Что интересно, подобные способы ведения огня были в наставлениях по стрельбе еще в 50-х годах прошлого века. Но со временем их признали малоперспективными. Проведение специальной военной операции стало катализатором развития тактических приемов. Современные технологии значительно расширили возможности боевых машин. По условию занятия оператор беспилотника засек на удалении 10 километров опорный пункт и скопление бронетехники неприятеля. Расчеты танка выдвигаются на позиции для дальнейшего поражения оппонента навесным огнем. Прежде танкисты нередко вели огонь по наитию. Сегодня точный расчет позволяет положить каждый снаряд в цель. Электронные глаза в небе корректируют стрельбу в режиме онлайн. Вставляю орудие вручную. Расчет проводит командир танка. Далее я по этим расчетам выставляю, что мне нужно на боковой уровень и сколько надо поворачиваю башню. В дальнейшем уже по этим расчетам мы проводим стрельбу. Стреляем часто, это не может не радовать. Начинаем ощущать свое вооружение так, как оно должно быть. Сегодня в программе стрельба на максимальной дальности. Здесь требуются особенно точные расчеты. Даже минимальное отклонение уведет снаряд от цели на сотни метров. Поэтому еще до выхода на огневые позиции просчитываются всевозможные варианты. Танкисты создают математические заготовки, которые помогут быстро проложить баллистику стрельбы. Отстрельбуемся мы хорошо. У моего экипажа получается все отлично. Мы попадаем и на лету все схватываем, весь учебный материал. Новые приемы применения боевых машин позволяют максимально реализовать возможности вооружения. Так называемый апгрейд навыков экипажи демонстрируют на батальонном тактическом учении. Все цели уничтожены на дальних подступах. Похоже, методика учебы выбрана правильно. И ее интенсивность будет только наращиваться. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воен-тв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!